Вписано в виде картинок, то есть я как будто читаю комикс. Привет, ребята, опять-таки, настал этот момент. Я купила новую камеру. Да. И как раз сегодня будет анбоксинг, обзор, какие недостатки, достоинства она имеет. Но обо всём поподробнее. Погнали! И всё-таки нужно рассказать, зачем же мне нужна ещё одна камера. Рассказываю. О покупке ещё одной камеры я, наверное, начала задуматься полтора года назад. Потому что с моим Nikon далеко не уйдёшь, потому что он тяжёлый, да. У меня ещё один объектив и ещё несколько аккумуляторов. И сам по себе тяжёленький, пока ты это всё настроишь. Поняла, что время я упускаю. Мне нужно что-то такое компактное, чтобы легко можно было достать. И чик-чик-чик-чик-чик. Всё. И нужный момент я сняла. Первоначально всё-таки я покупаю камеру для видео. Да, потому что фото не так близко, как видео. Потому что я видеоблогер ещё, наверное. Поэтому я начала думать, что мне нужно купить камеру с откидным экранчиком. И, конечно же, мой первоначальный выбор пал на G7X Mark II от Canon. Но когда я увидела цены на эту камеру, я поняла, что выйдет очень дорого. Я, конечно, понимаю, что эта камера премиум-класса, но всё-таки 50 тысяч. Камеру у меня в городе эту не продавали. То есть мне бы пришлось заказывать её через какие-то сторонние сайты. Возможно, даже США, потому что там дешевле выходит. Но это налог, это доставка. То есть 50 тысяч бы она у меня так бы и вышла. Плюс, так как я снимаю видео, мне постоянно нужны несколько аккумуляторов. У меня от Nikon это аккумуляторов 4. То есть ещё на эту камеру, помимо 50 тысяч, нужно ещё купить эти аккумуляторы. То есть бы вышло у меня плюс 5-10 тысяч сверху. Я поняла, что что-то как-то дороговато. Ну ладно, других вариантов нет. Буду копить на эту. Но однажды мне знакомый написал в личку, говорит, я вот хочу купить камеру, какую ты мне посоветуешь. Я говорю, ну такую-то, такую-то выбираю. Он говорит, хорошо. А давай я тебе скину несколько вариантов, ты посмотришь, оценишь и скажешь, какую же всё-таки мне лучше выбрать. И как раз там была, которую я купила, а это Canon M100. Как я увидела её, такая... Так, Даря. Мы будем брать именно эту. И спустя, наверное, пару дней я купила именно эту камеру. А для быстрого достижения этой цели я даже успела поработать. И теперь давайте поподробнее, почему же всё-таки она мне нужна. Во-первых, компактность. Мне не приходится таскать большую сумку, тяжеленную большую сумку, чтобы вдруг я что-то захочу снять. Теперь я могу снимать одновременно на две камеры, и это экономит время. Сплошные плюсы. А теперь давайте проведём небольшой анбоксинг этой камеры. Анбоксинг. В комплект входит руководство по работе, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, объектив и сама камера. А теперь немножечко поподробнее о некоторых вещах. Ну, конечно же, перед тем, как использовать любую технику, нам нужно прочитать инструкцию. Инструкция сама по себе толстенькая. Но так как тут много написано различных языков, то на каждый язык уделено внимание по 7 страниц. И при этом вся инструкция написана в виде картинок, то есть я как будто читаю комикс. Камера сама по себе очень проста в эксплуатации, потому что тут три режима, и поэтому я не понимаю, зачем вообще читать эту инструкцию. Конечно же, нужно уделить внимание аккумулятору. Здесь он всего лишь объёмом 875 мА. По мне, так кажется, это очень мало, потому что в моём Nikon это обычный аккумулятор на 1030 мА, а тут 875. И если вы ещё снимаете видео, то, естественно, вам придётся докупать ещё несколько аккумуляторов, потому что, опа, и разрядится камера, у вас всего лишь один аккумулятор, что нам делать. Также нам нужно поговорить про объектив. Данный объектив специально разработан для этой линейки фотоаппаратов, поэтому если вы захотите поставить какой-то старый объектив, будь то это самый распространённый 50 мм портретник, то вам придётся покупать переходник. А теперь о самой камере. В камере присутствуют три режима. Это режим видеосъёмки, фотосъёмки и режим авто. Разработчики данной камеры выделили всего лишь три режима на отдельный барабан, а остальные режимы поместили в саму камеру. То есть человек, который хочет покопаться в камере, он будет их искать, он их найдёт. А для того человека, у которого достаточно авторежима и просто режим видеосъёмки, то есть тут всё очень просто. Не нужно перебирать вот этот барабан, чтобы найти нужный режим, потому что в отдельный барабан выделено всего три режима. Также тут присутствуют всего лишь два разъёма. Это разъём для карты памяти и HDMI. Разъёма для микрофона попросту нет. Я не понимаю, почему они не поставили разъём для микрофона, потому что многие люди подключают петличку в саму камеру. Они пишут отдельно звук на рекордер. Непонятно. Не могу сказать, что это огромный недостаток, но это такой вот себе минус. Теперь давайте поговорим про достоинства данной камеры. И первый плюс данной камеры это компактность. Она мало занимает место в вашем рюкзаке или сумке. Очень лёгкая, наверное, граммов 400. И всегда под рукой такой чук-чук-чук-чук. И сняли нужный кадр. Второй для меня существенный плюс это её автофокус. Проблема фокуса для меня всегда была актуальной. Я сколько материалов просто-напросто выбресила, потому что там не было фокуса. Но в этой малышке потрясающий автофокус. Он постоянно вот так вот не дребезжит. Она фокусируется без звука. И то есть вам не придётся об этом заморачиваться. Камера сделает всё за вас. Также всё-таки достоинством этой камеры является, что тут можно менять объектив. Для данной линейки существует 7 объективов. Но если я захочу поставить другой объектив для Canon, мне придётся что делать? Покупать переходник. А ещё я забыла упомянуть одно достоинство данной камеры, что она отлично снимает ночью. На самом деле я очень люблю такое время. Ну не то чтобы прям лето, а вот именно вечер. Именно вечер, когда тепло. И мне почему-то всегда охота что-то делать. Вот серьёзно. То есть мне всегда посыпается чувство, типа да, я живу. Да, я хочу это делать. И потом наступает ночь. Я перехочу и всё. Усну и завтра такая же тема продолжается, что днём я ничего не хочу делать. А потом типа, ооо, да, да, да. Надо взять штатив. Давай возьмём штатив. Надо сходить в магазин. Сходить в эту пятерочку или в остальные четыре. Также является достоинством её сенсорный экран. Это очень удобно, когда вы повернули экран. И тут же можете поменять настройки. Чем если бы не было сенсорный экран, а вам бы пришлось его поставить обратно, переворачивать камеру, что-то тыкать по каким-то кнопочкам. Нет, тут всё очень просто. Также эту камеру можно синхронизировать с вашим телефоном с помощью Bluetooth, Wi-Fi и других беспроводных сетей. Достаточно просто скачать данное приложение на телефон и вуаля, вы можете с лёгкостью перекинуть фото и видео на ваш телефон. Но о недочётах я уже поговорила ранее, а именно, это маленький объём аккумулятора, нет разъёма для микрофона и нужен переходник на другие объективы. Также стоит отметить небольшую деталь, но по мне так это не то, чтобы недочёт, скорее всего это дизайн. Нету вот этой опоры, когда ты снимаешь, и такой оп-оп-оп, за что держаться за камеру. Тут разработчики Canon поступили по-другому, а именно добавили какую-то шершавую поверхность, по типу или это резина, или это просто шершавая пластмасса, ну то есть камера из руки у вас не выпадет. Нет, не переживайте, что я перейду на лайфстайл, и всё, будут пилить только влоги. Нет. Эта камера как приятное дополнение к моей работе. На сегодня это всё. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, эта информация для вас была полезна. Кто, может быть, будет покупать какую-то камеру или уже купил. Да, оставляйте, пожалуйста, в комментариях, если у вас какая-то камера, какая модель, марка. Мне будет интересно это почитать. Ну а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok